Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком» тема «Война» вопрос 1872. «О святых известно, что они так любвеобвильны были и никого пальцем никогда не трогали. А вот Никола-чудотворец ударил ария еретика. Были ли еще такие случаи?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Читаешь о муках, какие наносили друг другу епископы, в ужас приходишь. С таким садизмом казнили друг друга, отрезали уши, носы, глаза, выкалывали и казнили». 1 Тимофею 5.20. «Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели». Венедикт. 14 марта. Кавычки открыты. «По отпусти церковной службой, преподобный отец ради спасения того брата, перенес свой мягкий нрав на грозный, уже не словами только, но и жезлом наказал ленивого брата, и этим отогнал от него беса, который, как бы сам, принявший побои, больше уже никогда не возвращался к тому иноку, и он с тех пор совершенно исправился». Кавычки закрыты. Борис. 2 мая. В городе, дорогого Бужи, некая женщина, раба, трудилась в доме госпожи своей, по ее повелению, в день святого Николая, когда все шли в церковь его. Другие женщины, видя ее за работой, стали укорять и звали ее в церковь. Она же не послушала их и продолжала свое дело. Вдруг въехали во двор три мужа в белых ризах. Взглянув из дверей, она увидела их. Один из них был стар, по обоим же сторонам его двое юношей. И сказали ей юноши, «О, женщина, как ты посмел оскорбить отца нашего, Николая, работая в его праздник и не идя в церковь?» Она же отвечала им, «Я убогая вдова, мне надо работать, а не ходить в церковь». Тогда старый муж сказал юношам, «Что вы с ней говорите? Размечите ее дом». Они приступили и разметали дом до половины. Старый же муж, подойдя к женщине, взял ее за правую руку и выбросил ее из комнаты. И упал она замертво. Видя женщину распростертой, соседи взяли ее и отнесли в другой дом. Положили ее и сели около, желая послушать, что она скажет. Она же не могла двинуть ни глазами, ни устами, но лежала, как мертвая, и ничего сама не ела. Только, раздвинув ей уста, вливали ей в рот ложку молока или воду. Так пребывала она до Великого Поста. В неделю мясопустную взяли женщину и отнесли в церковь святого Николая. После молитвы совершенно над нею она несколько открыла глаза и, как бы пробудившую от сна, попросила есть. Смогла принять пищу и рассказала случившееся. Правая же рука у нее оказалась высохшей, и она ее не ощущала. И вот она уже не имела сил служить господам. Видя ее такой немощной, госпожа прогнала ее от себя. И отрок, который родился у нее на свободе, стал рабом. Кавычки закрыты. Кирилл. Алекс. 9 июня. Кавычки открыты. Из-за Златоуста после его смерти происходили большие разногласия, в то время как официальные представители Константинопольской и Александрийской церкви не признавали его святым. В других церквях, например, Римской и Антиохийской, он был вписан диптихи и сопричислен к сонму святых. Но и в первых двух церквях было немало сторонников Златоуста, которые не разделяли воззрение своих официальных представителей и считали его святым. На этой почве происходили споры и несогласия. В Константинополе сторонники Иоанна Златоустова отделились даже от церкви и образовали раскол ионитов. Раскол этот был здесь уничтожен только в 438 году. Кавычки закрыты. Акаки Синайский 29 ноября Кавычки открыты Был один старец очень ленивый и по характеру злой. Говорю, не осуждая его, но с целью показать терпение святого. И вот что расскажу вам. Вот старец имел молодого ученика по имени Акаки, простого нрава и целомудренного умом, который так много зла терпел от того старца, что многим даже покажется это невероятным, ибо старец не только укором и бесчестьем досаждал ему, но и всякий день мучил его телесными истязаниями. Однако терпение его было не напрасно, потому что Акаки своей безропотной выносливостью и незлобливым страданием снискал себе благодать Божию, освобождающую его от вечного мучения. Нестор. 27 октября. И действительно, малый ростом Нестор оказался в своей храбрости сильнее великого Лия. Схватив его, как птицу, он сбросил великана с высокого помоста на острые копья. Упав на них, как крепкий дуб, Лий с позором изверг свою окаянную душу, и таким образом погибла память его с шумом. Исчезла его гордая сила, и прекратилось суетное хвастатство Максимиана своим борцом. Иулиан. Маркиан. 9 августа. В Константинополе со времен Константина Великого существовали ворота, известные под названием Медных. Издавна над этими вратами находился образ спасителя, тоже медный. Этот образ нечестивый царь и патриарх приказали снять, приставив лестницу, по которой и начал подниматься один из воинов. Саном, с Пафари. Это возмутило благочестивое чувство, собравшись у ворот громадной толпы народа. Некоторые из нее схватили лестницу и бросили ее вместе с находившимися на ней воинам на землю, предав последнего смерти. Узнав о таком поступке народа, царь послал против православных вооруженных, обнаженными мечами воинов, которые умертвили множество мужчин и женщин, старых и молодых. Число их известно одному только Господу. Наиболее же знатные почитатели икон, находившиеся среди народной толпы, были взяты живыми. Имена их следующие. После жестокого наказания палками они были ввернуты в темницу, где находились в вузах до 80 дней. Терпя нещадные побои, каждому из них ежедневно полагалось по 500 ударов. Когда были схвачены святые мученики, вместе с ними взята была и преподобная Феодосия Черноридзица, как и обвиненная в том же преступлении. Она вместе с другими участвовала в опрокидывании лестницы. «Преподобный Феодосия принял мученический венец ради помянутых святых». Кавычки закрыты. Сергий Радонежский. 25 сентября. «Между тем на архипаторский престол вступил архимандрит Михаил. Он дерзнул облечься в святительскую одежду и возложить на себя белый клобук прежде своего посвящения. Полагая, что Сергий воспрепятствует его дерзновенному намерению и сам пожелает занять митрополию, он начал строить козни против преподобного его обители. Блажену, узнав о всем, сказал своим ученикам. «Возначающийся над всей обителью и над нашей худостью Михаил не получил желаемого и даже не увидит Царьграда, ибо он побежден гордостью». Пророчество святого сбылось. Когда Михаил плыл на корабле в Царьград для посвящения, он заболел и скончался, а на престол был возведен Киприан. Кирилл Туровский. 28 апреля. Он на основании священного писания обличил ересь феодорца, названного так в поругании, и придал его проклятию. Епископу Феодору отрезали язык, уши и казнили. Доброе утро. Продолжение следует...